Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вас приглашаю в наш исторический музей память, в котором за последние 15 лет собраны 4 экспозиции. И сейчас я вас приглашаю в первую экспозицию, которая посвящена истории становления нашей школы. Здесь можно увидеть и пионерскую атрибутику, здесь можно увидеть и октябрятскую атрибутику, и комсомольскую. Кроме этого, можно познакомиться с законами юных пионеров, поиграть на барабане и горной. А сейчас я вот сижу за партой, за которой сидели, возможно, дедушки и бабушки наших настоящих учеников. Следующая экспозиция посвящена русской избе. Здесь можно увидеть посуду, угляные утюги, маслобойки, красна, салазки, швейные машины, буфеты, в которых хранилась посуда. Также можно увидеть скульптуру, которой украшалась русская изба, комоды, где хранилась одежда, самовары, в которых засыпались угли и гостей угощали чаем. Самая интересная экспозиция у нас – это вот такая люлька. Ей более ста лет. В ней наши дедушки и бабушки укладывали спать своих младенцев. Следующим атрибутом – это прялка. Она должна была быть в каждой избе. Каждая хозяйка занималась придением шерсти. И самый интересный атрибут, он должен был в каждой избе быть – это русская печка. Следующая экспозиция нашего музея – это «Помнить, чтобы не забыть», которая посвящена Великой Отечественной войне. В этой экспозиции у нас собраны и подлинные материалы. Это письма с фронта, это воспоминания участников Великой Отечественной войны, это и их награды, которые они получали в годы Великой Отечественной войны. Самым главным экспонатом здесь у нас является экспозиция, посвященная Герою Советского Союза Алексею Ивановичу Мельникову. Именем Алексея Ивановича в нашем городе названа и улица. Здесь мы можем увидеть и извещение брату Мельника Алексея Ивановича о том, что он погиб, и наградной материал, когда ему присваивали звание Героя Советского Союза. Также сохранился домик, в котором жил когда-то юный Алеша Мельников на территории нашего микрорайона. Кроме участников Великой Отечественной войны, большой вклад внесли в победу это и труженики тыла. На этом стенде мы можем увидеть имена тех дедушек и бабушек, которые, проживая на нашей территории, и работали в тылу, и получали грамоты, и трудились, и приближали победу. Используя собранный материал нашего музея, мы проводим здесь классные часы, встречи. Кроме того, что наши ученики постоянные находятся в нашем музее и интересуются материалом, и помогают нам собирать, мы еще проводим классные часы и встречи для учащихся в школах города. Кроме этого, наши дети принимают активное участие и в конкурсе рисунков, посвященные Дню Победы. Также все мы принимаем участие в акции «Бессмертный полк». Это наши дедушки, которые сражались за наше счастливое детство. Продолжение следует... Продолжение следует...